Привет! Как слышь, как видно? Нет, имидж не сменила. Это старая фотография. Я просто, когда белым была, сливалась на фоне с экраном. Меня вообще не было видно. Так, давно, да, не встречались. Всем привет! Как слышно, как видно? Чтобы я обратную связь получила. Как настроение, самочувствие? Тут видео нормальное. Все хорошо, все замечательно. Все тает, превращается в весну наконец-то. Напоминаю, свеча любая абсолютно, пусть горит. Потому что на огонь и скидывать очень удобно, и само по себе уходит очень много. И по свече можно посмотреть, что происходит. Лучше всего это смотреть по обычной магазинной свече, парафиновой. Потому что церковные, они быстро сгорают. Если брать, то большую толстую. Большую толстую очень хорошо чистить. Дом, помещение. Ну, в принципе, нам это без разницы с энергиями. Видно и слышно. Ну, это вот потому, что домой приехал. Дома камера нормальная. Давление прыгает, да? Таблетки обязательно нужно принимать. Жарко. Вода питьевая, не кипяченая. Обязательно, чтобы пить. Пусть она заряжается. И сразу, у кого есть посвящение в энергию Домовенок, открываем вместе со мной. И подам. Домовенок. Можете Домовой его называть ему. Энергия Домового. А мне прям Домовенок нравится. Такая энергия. Очень приятная. Добрый. Ну и скажите, кто столовую ложку соли пожарил на сковородке. Мне просто интересно. Прям очень интересно. Кто-нибудь вообще это делал? Что получилось? Все молчат или кто-то пишет? Ну, да. Просто хотелось бы, чтобы посмотреть. Стоит сковородки. Ну, пожарила, да. Что? Какая она? Как себя вела? Никаких шипений. Ну, вот хорошо. Дело. В основном не менялось. Пропустил этот момент. Дело в том, что... Еще не делал. Стреляли. Угу. Дело в том, что так же, как свече, можно дать направление чистое белое не звуком. Ну, правильно. Вы-то работаете, девчонки. Поэтому... Я бы удивилась, если бы у вас что-то стреляло или чернело. Угу. 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 Можно... Собственно говоря, тут опять точно так же, как в энергиях, управляешь намерением. Или ты хочешь посмотреть и подчистить дом. Соответственно, опять же, для этого лучше... Ладно, один раз. Если вы будете делать это постоянно, то лучше иметь отдельную сковородку. Или... Очень хорошо после этого ее промывать под проточной водой. И чистить энергиями. Собой точно так же можно работать. Если... Порча тяжелая. То покупаешь новые иголки. И пачку, они там разнообразные. Вместе с солью... Высыпаешь на сковородку и чистишь. Прожариваешь. И этим самым идет очищение. Как я уже говорила, можно применять все. Абсолютно все методы, какие нам только доступны. Что мы можем сделать. Это, например... Как те же яйца. Можно на фанге жарить, заворачивать, выкидывать. Вот, Таня, абсолютно верно. Иголки, да, тоже аккуратно только с ними. Пришлось пылесосом собирать. Ого! Ничего себе! Кому-то не спится! Блин! Это все ты переработала окончательно. Соль потом обязательно выкидывать. Горячую, конечно, в унитаз вы не сыпите. А остывшую уже можно слить. Иголки с солью жарить, да? Плиту сожгли два года назад. Ого! А на чем вы готовите? Мне просто интересно. Нет. Есть, конечно, и микроволновки, и мультиварки. Но... Ну-ну. Кто помнит? Кто... А без разницы у меня тоже, и вот насколько я знаю, у Лены Слабочковой тоже электрическая плита. Какая разница? Там самое главное процесс горения, нагревания. Кто получал у нас домовенка? Человек пять точно должны были. Так, предупрежу на всякий случай. Угу. Здесь, конечно, у меня интернет лучше, но мало ли. Если опять сбой будет, то я ссылочку новую сделаю и скину вам сюда. Ой, ой. Ну, немножко я и ошиблась. На лисичке, на листочке или на чистку квартиры. Всем, да? Угу. Все открываете, все услышали, да, что я говорила? Соли и внуки вместе жарьте. Под энергиями. Под энергиями это проще. Потом у нас разговор пойдет о чистке дома. Я сразу скажу, а то потом могу забыть. Не советовала бы, конечно, ходить самим со свечкой по квартире, без разницы, своя это или чужая. Хотя с энергиями это, конечно, проще. Но там в любом случае, хоть какую защиту выставляю, в любом случае собирается очень много грязи на тебя. Я, когда раньше так работала, мне было очень тяжело восстанавливаться, особенно после тяжелых домов. И поэтому, когда мы сделаем запись, запись эта останется у вас. Включить запись в комнате. Поставить рядом свечку, воду, соль. Пусть в записи крутится и чистит. Намерение на чистка квартиру или на очищение себя. Или на очищение машины, или на очищение животного какого-то. Потому что, когда что-то на нас или делают магически, да, в первую очередь страдают животные. Здоровье. Домовенок. Тоже земная энергия. Очень приятная. Кстати, с помощью этой энергии, собственно говоря, можно договариваться и со своим домовым. И если посторонний какой-то подобрался, пробрался, потому что бывает несколько домовых заявляется, иголки тоже потом выбрасывать, потому что с ними уже ничего нельзя сделать. Так же, как я уже говорила, сковородку старую отдельно специально для этого сделайте. Одно дело, когда вы сделали это один раз. У меня специальная сковородка была и посуда отдельная, в которой я выливала и с яйцами работала. Потом я просто эту посуду, когда перестала это делать, выкинула. Минут 15-20 хватит. С помощью энергии домовенок можно и завести себе домового, потому что будете общаться в любом случае с энергией. Проекция домового в любом случае идет. Если это новая квартира или у вас нет домового добрый, то в любом случае он заведется. Если квартира старая, дом старый вы приобрели, то нужно с этим домовым общаться, разговаривать опять же под этой энергией. Сейчас просто мне мелькнуло. Не могу понять, добрый. Кто-то из вас то ли старый дом купил, то ли в этом доме давно не жил кто-то. Ну из людей имеется в виду, причем очень давно. Огонь, пламя или нагар на свечке. Под энергиями всегда же реакция идет хорошая. Огонь. С телефона, да? С телефона тяжело написать. Быстро тем более. Если периодически туда заглядываете, в любом случае она не пустая. А тут вот именно что-то совсем или как в хозяйстве у кого-то есть недвижимость. Она стоит уже очень давно. И с одной стороны она и вам и нафиг не нужна. И вроде как бы и не продается, или там ее не продашь, или продашь за копейки. Что-то вот такое вот. И там уже не только домового нет, там много всякого разного. В коммуналке один домовой на все три комнаты и есть у каждой комнаты свой. А интересный вопрос. По сути, да, вот если бы я жила в коммуналке, у меня бы точно был один домовой для меня. А там я не знаю. Ну, собственно говоря, комната это считается другая собственность. Точно так же, как вторая, третья, она принадлежит кому-то, да. Это в любом случае сравнить, что вот этот многоэтажный высотный дом, он же как бы один. Но там же не один домовой живет на весь дом. То, скорее всего, какой должен быть в съемной квартире, да, домовые есть. Если только их не выгнали, или они сами не ушли. Потому что там жили люди в любом случае. И вот в чужом жилье очень много интересного может происходить. Лен, в записи можно сделать, что он домовенок не только для очищения, защиты своего пространства жилого. Можете эту энергию применять и в офисе, где вы работаете, на вашем рабочем месте. Но именно говорить, для себя делать. Не для кого-то на всю рабочую площадь, а именно для себя. То место, где вы сидите элементарно. И потом, если вдруг вы уходите с этого места или вас переводят на другое рабочее место, или вы вообще увольняетесь оттуда, уходите, то элементарно можете забрать с собой всю работу. В очищенном, преобразованном и преумноженном виде. Учистку. Да, в записи. И в записи будете повторять ее не один раз. Очень хорошо налаживать отношения в семье. Часто снился? Домовой? Что говорил? В семье. Вообще, что с домовым, что с энергией? На здоровье. Можно и нужно общаться. Тем более, как я уже говорила, если у вас нет домового, это очень просто проверить. То под этой энергией заведите нового себе. И там не обязательно, конечно, ставить хлеб, молоко, конфетки, угощения. Они в любом случае будут сохнуть, если у вас нет кошки или собаки. Потому что такие существа, сущности, они питаются чисто энергетически. А мы можем точно так же чисто энергетически, что благодарность. Если домовых в квартире несколько, то будет шум драка. Фонтергейст, здравствуй. Как проверить? Проверить очень просто. Причем это можно получить ответ абсолютно на любой вопрос. Но это если только он будет да или нет. Можете сейчас это сделать. Встать. Привести дыхание в порядок. Расслабиться. Ноги на ширине плеч. Глазки закрыть. Дом тоскует. В доме кто-нибудь живет? Глазки закрыть. И задать вопрос. Есть в моем жилище, в котором я живу на данный момент, домовой? Или нет? Расслабьтесь. Не управляйте собой. И обратите внимание, в какую сторону вас тащит. Там не качает. Там буквально тащит. Вперед или назад. Если вперед, то это да. Если назад, то нет. У меня бывает пропадет что-то. Скажу хозяин, ты балуешься, отдай. И тут же нахожу. А у нас раньше говорили, чёрт, чёрт, поиграй, да отдай. Давно это было, конечно. Также можете любые вопросы абсолютно задавать. Это совсем другое. Они в чем-то и похожи. Маятник, рамочка. Ну тут вот именно, когда задаёте вопрос, опять же установка для себя. Для себя, что вы хотите получить правильный ответ. Не то, что вы хотите услышать, а именно правильный. Я принимаю только то, что мне на благо. Кто-то там что-то пытается зацепить. Вперед, назад. Я и сейчас это говорю. Правильно? Давно. Вперед. И у нас так говорили. Угу. Ну у нас бабушка, по матери, с которыми я вот недавно жила. Сколько это? Ну чуть больше недели назад уехала. Она сама родилась на Урале. Где-то под Челябой. Последнее время начала. Господи, ты-то откуда знаешь? Оказывается, Бог знает. Она с 1934 года. Ещё тогда Челябинск. Челябой называли. Ну блин. Дед с Алтайского края. И что-то, ну считайте, в Казахстан ехали кто? Целинники. Практически с разных мест. И тут, опять же, своеобразные какие-то поговорки, приметы. Запись, да, запись будет. Перед тащит. Угу. Вот. На Ютубе также будет по этой ссылке проходить. Или ко мне на Ютуб. Или с контакта на Ютуб проходить. Угу. Вот. Что я ещё именно по домовым хотела сказать. А если вы думаете, что... Часто слышали, да? Что вот домовой душит. А я в это не верю. Домовой душить не может. Потому что он... Сейчас. Всё. Перебилось, а. Не буду на чат смотреть. Домовой душить не может. Потому что он работает на помощь. Злым он бывает только, когда он живёт один. Если долго живёт один, то домовой может или уйти, или умереть. Угу. Или если ему не нравятся отношения в семье. Угу. Угу. Душит в принципе. Если у вас кто-то душит, то это не домовой, а какая-нибудь сущность или дух чей-то. Обычно духи злобные. Помните, да? Я недавно рассказывала. Вообще жуть-жуткая была ночью, когда жила в своей однокомнатной квартире. И ощущение, что сели ко мне на диван. Причём диван прогнулся конкретно. И такое злобное сопение. И я успела увернуться мордой к стене, подъявляла накрыться. Понятно, что это меня не спасёт. Но того жутко было. И у меня даже волосы шевельнулись. Когтистая лапа промелькнула. Причём я не спала даже ни разу. Вот. Обычно какие-то духи не очень хорошие. Как призраки перерождённые. Перерождённые уже не те. Те, которые не смогли уйти. Правильно уйти туда, куда им нужно. И они зачастую перерождаются. Или магически их изменили. Так. Собака-кошко с ним дружат. Вер. Очень просто дружат с ним. Могут также играться. Потому что это собственность дома. А как же... Кто кур держит? Кто живность всякую держит? Кролики. Коровы. Свиньи. Бараны. Лошади. Это тоже самое. Это по сути домашний скот и есть. Домовой как вот. Ну, говорят, что если напугался что-то такого, нужно спросить, худу или добру. Он, когда тебя душит, знаете, там не до спрашиваний. Тут думаешь как бы отбиться и не помириться страху. Домовой предупреждает. Может что-то уронить. Не повседневное такое, а что-то большое, тяжелое. Добрый. Часто душили, особенно в детстве. Ну, это жуть-жуткое, конечно, я не представляю вообще как с этим в детстве. И родителям-то не скажешь, да, не поймут, что за ерунда такая. Так. Чего-то мы на страшилки перешли. Я с ним дружу, ну и правильно. Очень замечательно. Потому что он помогает, охраняет, защищает, оберегает, наполняет дом добром. Но поскольку вы живете в доме, то соответственно и вам. когда что-то не могу найти, даю конфетки. То же самое можно сказать, благодарю за помощь. Как увидеть домового можно? Я в детстве его раз видела. Можно, наверное. Почему нельзя? Как договориться с домовым продать комнату. Обычная практика. Ничего сложного нет. Слышу шаги. Ну да, шаги, шуршание, звуки. Это да. Вы видите, его достаточно сложно. Не только о продаже там чего-то. С домовым договориться дополнительно. Как оберег или помочь в чем-то. Чтобы, например, меньше пыли накапливалось. Меньше был разброс по квартире вещей. А то вот знаете, да. Я по себе знаю. Я только уберусь. Через полчаса все. У меня уже бардак. Снаружи. Если с ним договориться, он просто будет помогать вам контролировать. Я уж не говорю, что он сам будет ходить уборку делать. В любом случае, вам самим проще это будет сделать. Несколько раз жизни душили. Прям размазывали по стенке. Жуть-жуткое, конечно. Как с домовым договориться? Точно так же, как мы разговариваем с кем-то. Накрыли стол. Поставили чай. Варенье там. Ну или что вы с чаем пьете. Или кофе. Или молоко. Без разницы абсолютно, что это будет. Представили, что если энергия какая-либо есть, можно открыть. Или энергия домовенок есть. Под ним вообще очень хорошо это будет чувствоваться. И побеседовали с ним. И вы будете понимать, если кто-то видит, слышит, просто принимает информацию. Вы будете принимать информацию о том, какие вам будут идти ответы. Подумать, что это ваши выдумки. На самом деле нет. Ну и обязательно благодарите. Лен, ну про молоко я чуть выше говорила. Что еще эта энергия делает? Защита вашего пространства от краж. Нападений. Наполнение энергией вашего дома или того места, где вы работаете. Очень хорошо, что если это как выкупленный салон или лично ваше конкретное место работы, где вы сам себе хозяин, наполняется энергией, изобилие, здоровье. Опять же, да, конечно, энергии много, но каждая в любом случае отвечает за что-то свое. Точно так же, как по духам и по богам. Кому нужно расширить бизнес? Кому вторую половинку найти? Опять же, нужно намерение высказывать. И начнем или вернемся к уборке дома. Лена, конечно, и написала, да. И вы все прекрасно знаете, что, как происходит. Как мы с вами генеральную уборку делаем. Точно так же нужно влажную уборку. Генеральную влажную уборку. Пылесосим. Пыль вытираем. Шваброй орудуем. Точно так же нужно чистить пространство жилое энергиями. Ну или магически, биоэнергетически. Кто как работает, без разницы, кому как нравится. По своему опыту, честно скажу, работать с энергиями гораздо легче. Чем как биоэнергет за счет себя все это делать. В доме накапливается грязь энергетическая. Почему? Очень многие думают, что кто-то сделал подклад или порчу в дом. Но не всегда это так. Даже зачастую это совсем не так. Почему? Потому что... Энергетическая грязь, она в основном от чего происходит повседневность. Где-то мы психуем. Где-то дети капризничают. Не всегда же бывает хорошее настроение у всех. Если вы живете не одна. Это у меня почти хорошее настроение всегда. Мужья или жены наоборот. Тоже разные бывают. Попадают. Ругань, рукоприкладство, домашнее насилие, выпивки. Элементарно телевизор включить. Там вот вам здрасте, грязь выше крыши. Еще и засорение мозга левыми программами. Зомбирование, если это постоянно слушать. Поэтому нужно периодически приводить в порядок. Или как вы умеете. Или у вас есть записи. Как будто со мной, да? Кто работал. Или прийти на программу 11 числа. Там, кстати, под видео немного спустите. Колесико прокрутите. Там будет ссылка на энергию домовенок. Ссылка на что будет 11 числа. И цели. В этот раз мы будем работать с матрицей святых стихий. Со стихиями. Ну, вот именно матрица святых стихий. Они же очень сильные, помните? Угу. Оргу, я поняла. Уже год под запись сессии. Каждый месяц стараюсь чистить. Стало легче дышать. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Невозможно практически вычистить дом или квартиру. В каком случае? Если клиенту начихается высокая колокольня. Он ни во что не верит. И ничего не делает для того, чтобы измениться. У меня несколько таких случаев были. Чистим, 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 чистим одной женщине домом. Ну, ни в какую. Вот абсолютно ни в какую. Все туда же возвращается. Я потом плюнула, бросила. И уже, ну, естественно, это опыт общения с такими людьми. Очень часто я уже по-другому разговариваю. Могут, если скандалы или какое-то, может быть, не очень хорошее место быть, открываются порталы небольшие, блуждающие порталы, которые открываются, закрываются сами по себе. Ну, для этого у нас и есть с вами очень хорошая энергия луч свободы. Она, кстати, и для умерших очень хорошо. Потому что провожает, выводит их и именно туда, куда им нужно попасть. Вот что самое главное. И с сущностями. Опять, они также уходят в то время, в которое нужно. При помощи вот именно этой энергии. Потому что эта энергия открывает порталы в те миры, пространства, измерения, где эти сущности должны находиться. За редким исключением, за редким, очень редким. Приходится их кромсать, когда там уже, ну, жуть-жуткое. Убирать это нужно. Вот так я стараюсь этого не делать. Честно говоря, я уже не помню, когда я последний раз это делала. Даже не вспомню. Ну, опять же, вот элементарно. Признаков очень много, да. Что ваш дом нужно приводить в порядок. Когда вы вместо того, чтобы идти домой, у вас ноги сворачивают в другую сторону абсолютно. Это, естественно, конечно же, может зависеть и от людей, которые там находятся. От того, как они к вам относятся. Поэтому я всегда говорю, помните, в первую очередь, работать для себя любимого. Ценить себя, уважать. Потому что если мы сами себя не ценим, не уважаем, то в каком отношении можно говорить, что как нам будут относиться окружающие. Просто нереально. Мы внутри такие забитые, серые, что на нас можно ездить и так нам будут относиться. Домой не хочется идти. Или снятся кошмары различные. Или продукты очень быстро пропадают. Без разницы, где они хранятся. В холодильнике, в морозилке. Или просто дома стоят. Они пропадают очень быстро. Даже если в морозилку что-то положить, через какое-то время достать, все равно будет в первую очередь запах. Я с таким сталкивалась. Как может в новом холодильнике, неделю назад положенное мясо, просто вонять. Вкусная парная. Это у людей. Мы чистили. Вот они на это жаловались. Грибы, ягоды. У кого такое в жизни происходило? Кто вот это чувствовал? Девчонки все устали, да? Все засыпаем. Правильно, чистка идет. Что время терять? Кто с таким сталкивался? Или у себя? Или у других людей? Часто такое происходит, что кому-то в гости приходишь и находиться там в принципе невозможно. Или запах не нравится, который в принципе больше никто не чувствует. Да, я чувствую. У меня у самой глаза начали закрываться, потому что чистка-то идет по-любому. Тут и луч свободы, и домовенок, и матрицу святых стихий вспомнили. Что тут? Зачистки был кошмар. Угу. Вот. А так вот, девчонки и мальчишки. Животные могут болеть и умирать в таком доме. Цветы вообще однозначно не цветут. Не... Там зелень одна густая стоит. Это вот как я у двоюродной бабушки, да, по-моему, жила. Чистка, да, зевота. Ну, в туалете, Люба, тут уже никуда не денешься. Дома старые, трубы старые. То же самое могут многие сказать. Я знаете, как вот из положения выхожу в этом случае? Что я советую? У меня эта квартира новая. Сколько? С семнадцатого года. Я больше не хочу даже в старых квартирах, в старых домах квартиру брать. Когда меня самой коснулось, я срочно вспомнила, что есть, когда вот физический запах перейдет, есть поглотитель запах, он и приятный, и в то же время, вот когда просто освежительно пшикаешь, да, ну, гадость мерзостная. Вонь никуда не делась, еще на эту вонь накладывается запах чего-то, типа приятного, они вместе перемешиваются, гадость гадостная. А есть вот именно поглотитель запаха, его пшикнул и все. Мне очень-очень так приятно. Ну, про запахи можно много говорить, да, когда начинается чистка, серьезная, идет нехороший запах даже от тела, выделение, ну, с вонью, конкретно вонью, потом проходит там, ничего страшного нет. Коридорчики между прихожей, ух ты, как интересно, кучу грязи выметает. Ирина, у вас квартира, я так понимаю, или дом? Свеча коптила, стейки старые, да, 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 там от стейков тоже очень много идет. В ванной появился запах неприятный 2-3 дня назад. Вот тут со старыми трубами ничего не сделаешь. Включая иногда вздрагивает дергающимся горением, как бы, квартира. Я уж подумала, может быть, частный дом, ну, нет, квартира. Вот что интересно, энергетическая грязь очень часто принимает физический вид. Вот так же, как вот после вебинаров или когда мы с вами практики проводим, посвящение, да, у меня руки грязные. Хотя я в квартире, я ни к цветам, ни к земле никакого отношения не имею. Они постоянно чистые. Вот примерно то же самое происходит. Хоть я и руками не работаю, я мысленно со всеми с вами работаю, энергию направляю. Что-то где-то смотришь, проверяешь и то же самое в жизни происходит. Вот эта грязь оседает. Потом, смотрите, что бывает. Тоже достаточно часто рассказываю. Вот у нас далеко ходить не надо последний раз. Это где-то, ну, недели две, две с половиной, наверное, было до моего отъезда. Везде стоят сетки. Ну, дверь в коридоры, она как бы не открывается, но там темно. Нет, этот вертолет появился опять на ровном месте. Потом точно так же исчез. В новой квартире здесь у меня такое тоже было. Здоровая вот эта вот черно-зеленая муха, она в принципе здесь ей делать нечего. Ни здесь, нигде и... Ну, часто такое бывает. Появилась здесь неоткуда и улетела в неоткуда. Здесь в этой квартире я вообще сама, ну, как не сама, нанимала, делала ремонт. Все, все запечатано, зашпаклевано. Фильтры на вытяжке стоят. Так что тут вообще придраться не к чему. Откуда? Вот вам, пожалуйста, что-то где-то нарисуется энергетически. И вот на физике такое преображение, и причем это не только. Ну, вот я говорила, если есть, включайте запись. Если нет, на одиннадцатое число записывайтесь. Потому что потом я в записи, ну, вы знаете, да? Все обряды точно так же буду выставлять уже по тысяче рублей даже в записи. Так. Как только чувствую запах такой, сразу запись и работаю. Правильно? Ирина. Ирина. Я жила рядом, через, ну, через стенку или где, там тоже человек умер. Там, там, ну, у меня просто нет слов. Несколько дней. Неделю, может быть. Там не запах, там, там разложение уже идет. Там такая вонь неимоверная. Это просто жуть была. Так что, ну, проверить не помешает, конечно. Но этот запах, по-моему, ни с чем не спутаешь. Так. Воду. Воду сначала понюхайте. Потому что вода... Чему бы это? К деньгам, наверное. Потому что, за очень редким исключением, вода может быть вонючей. Грязной, вонючей, пить ее невозможно. Но в этом случае нужно ее выливать. Цветы не поливать категорически. Просто в унитаз. Почему это происходит? Потому что вода, энергия решает, что именно в данный момент проще всего сделать так, чтобы вода поглотила. Это не мы решаем. Чтобы именно вода приняла на себя. Перенервничала сегодня. Как-то парализовала. Вырубил сон. Проснулась. Тетя слеза уехала. До сих пор не вернулась. Какая-то порченное разорение. Диагностика для этого есть. Переводайте, да? Сначала смотрите. А, вообще никакого запаха не чувствуете. Угу. Тогда лечение. Потом восстановление. Реабилитация. Сладкая. Угу. Обычный вкус. Ну, правда. Нин, ты же с нами давно, действительно, она бывает всякая, абсолютно всякая. Ну, естественно, в том доме, где непросто, плохие отношения, даже плохие отношения, которые, тем более, очень давно тянутся, они, считай, практически на уровне порчи, нет. Вот понюхать, если она плохая, вылить. Если она хорошая, то пить ее, конечно. Виталий, ты о чем? Что? Сама уже заговариваюсь. То есть, когда, если в доме долго происходит такой напряг, то практически энергопоражение можно соотнести с порчей на дом. Потому что там люди, животные болеют. Тяжело дома находиться. Воздуха не хватает. Чистить жилье нужно так же, как... Ну, вот, как мы гигиену для себя, да, проводим, точно так же энергиями работать. Как медосмотр, если у вас нет ни энергии, вы не знаете, как работать вообще в принципе. Это обращение к целителям. Точно так же, как медосмотр проходим. С домом разбираться, то же самое. Как мы делаем влажную уборку. Пыль. Ну, я уже об этом говорила. Точно так же энергиями работаем. И вот еще. Соль. Всегда. Я и маму тут заставляла. Гость соли хорошей в ведро. С моющим веществом. Гость соли. В воду закинуть. Этой водой мыть обязательно. Плюс. Соли можно накидать за шкаф. Перед порогом. За порогом насыпать. По углам. А потом, когда будете мыть, опять же убирать. Это можно оставить или убрать. Новый накидать. Так я же вот только ее рассказываю. Про соль. Ну, попробую ее на вкус. Ничего страшного не будет. Очень хорошо. Шкафы сами вниз. Особенно, где обувь или верхняя одежда. Конечно, на такую одежду сыпать. Ну, его нафиг. Но, опять же, в шкафы знаете, что лучше всего? Траву. Бессмертник. Чистотел. Саше можно сделать. Можно что-то еще придумать. Так, какие еще? Демиссию. Чтобы запах. По всему. Точно так же это касается не только шкафа, но и жилищного пространства. Потому что все везде происходит. Корицу добавить. Это и защита, и восстановление здоровья, и очищение. Дома идет. Всегда нужно использовать все вместе. Для меня дом спокойный. А дочь боится. Сын не любит жить в этом доме. Вот, кстати, был у меня воздеку. Да, для денег и запах. Все, что угодно. Вот, абсолютно. Для себя можно выбрать. Для меня дом спокойный. Дочь боится. Сын не любит жить в этом доме. Часто его душит кто-то. У меня была такая ситуация. По-моему, опять я не рассказала. Я начинала, да, как раз про дом про этот я хотела напомнить. Мне из этого дома поначалу неохота была уходить. Мне наказали там, чтобы я цветочки поливала. Я говорю, блин, говорю, достали. Ну, родственники. Достали со своими цветами зелень. Вот джунгли натуральные. Ну, ладно, говорю. И будешь напоминать, если что. Тетка. Я похудела резко, причем меньше, чем за месяц. Килограмм на 20, наверное. И я вообще не выходила. При том, что дом частный. Когда начала разбираться, там такая жуть была. Принять меня дом принял. Ну, там принял не дом, там приняла сущность, которая в этом доме, в принципе, мужиков вообще не терпела. Там мужчины не жили. Или уходили, или умирали. Это вот двоюродная бабушка начала рассказывать. Начали выяснять. Галочке позвонила. Она говорит, Наталья, беги оттуда. Ну, что такое? Да там такое. Ну, и что? И вот, тетка пришла. И мы с ней ходили. Я соседей всех подняла. Ну, не всех на территории, где я вот видела, то, что вот это происходит. А, короче, эту территорию, где раньше был дом, где мужик пошутил, решил повеситься, и у него нога сорвалась, и он действительно повешался. А жена развернулась, ушла, думает, ну, опять сказала, придурок, решила ее попугать. Вот. И там этот дух, призрак у этого алкаша ненормального остался. Потом этот участок разделили на двое, и там жила семья. Потом они уехали в Россию, занимались мебелью. Когда купили дом, было все нормально, все шикарно у них. Постепенно, постепенно мужчина начал спиваться. Спивался очень хорошо до того, что вот уходил надолго в загулы, конкретно. Дома даже не появлялся. Я ей сказала, куда свечку поставить. Сами мы тут, и вот реально, что происходило, мы ходили все, что я, что соседи. Тут помню, тут не помню, потом периодами вспоминается. И по домам, мы сразу два дома чистили. И по участкам ходили, друг за дружкой. Темно было до невозможности. Потом зашли в дом, который чистили. Я достала карты Архангела Михаила. Я их не смогла прочитать. При том, что на улице был день, и весь свет включенный был. Ни я, ни моя тетка не видели практически ничего там. И в глазах у меня троилось, и я не смогла. Я просто карты достала, выложила, и все. После этого все эти джунгли, на которых не было цветов вообще никогда, все разом зацвели. Зацвели даже те цветы, про которые они думали, что они вообще не цветут. Ой, точно, где-то. Это вот я к тому, что для меня дом спокойный, и дочь боится, и сын не любит. Бывает такое, что там сидит определенная сущность, которая и собак не любит. Больших, вот именно. Это вот к нашему старому дому относится, где мы все практически родились. Собак больших не любила. А если щенка принести, мне маленьких собак не любила. Щенка если принести, то он погибнет любого. Абсолютно. Здесь, где правда цветы не растут, или определенное что-то на огороде не растет. Есть, что мужчин не любит. В общем, очень много там условностей. Так что, нужно проверять, нужно смотреть. Принять нервов парализует, энергия на ноль сразу, нет сил пошевелиться. Только вибрации чувствую в теле. У нас, что дом, землю отобрать черной магией. Всю семью уничтожили, атаки идут сейчас. Но в таком случае не проще продать, избавиться от всего этого. Оно, конечно, теперь уже никуда не денется. Но в любом случае убрать это можно. Ну, зверобой, полынь, пижма. Надо такую сущность дом к нам пригласить. Чтоб всех захватчиков не гоняла, кусала. Да уж. Так, девчонки и мальчишки. Ну что? Всем все ясно, понятно? Что-то я сегодня устала говорить. Горло хрепело. Ну, про волосы есть у нас. Все на здоровье. Понятно, что 11 числа в 20 по Москве будет сначала посвящение в энергию дымовенок. А в 21 будет работа по очищению жилого пространства. Еще с энергией. Как я говорила, уже с матрицей стихий. Святых будем работать. Отдать врагам, отдать. Но опять же, я говорю, нужно по ситуации смотреть. Если такое происходит, то может быть, естественно, это нужно было ловить в начале. Потому что это всего лишь вещи. И смотреть, что вам действительно лучше было бы куда-то переехать. Давно хотела написать. Работала с энергией перекиды-переклады, скидывала на дерево. О, молодец, Надюша, что написала. Дерево исчезло, как будто его там не было. Чудеса дает только. А что, оно засохло, испилили его, все. На здоровье. Молодцы. Хорошо работаете. Эту запись, да, можно. Ну, тут мы вскользь, естественно. А практика, которая в записи, она, естественно, будет платная. Она будет у вас. То ей хоть всегда. На здоровье. Все ясно. Относились и не пытались бы забрать землю. А на здоровье. На здоровье, девчонки-мальчишки. И я вас люблю. Благодарю. Радости, процветания. Развития. Всем пока. На здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...